Приветствую вас, хотелось бы сказать, что вы правильно выбрали категорию своей проблемы, семейные отношения. Но почему-то, выбрав правильную категорию, вы не потрудились, скажем так, описать саму проблему. Знаете, психологи не телепаты, и мы не можем знать, какого рода именно проблемы у вас есть, можем, но однозначно можно сказать, что почти все проблемы в семейных отношениях сводятся к тому, что сами отношения перестают быть отношениями типа «взрослый-взрослый». и переходят в разряд отношений либо «взрослый-ребенок», либо «родитель-ребенок», либо, соответственно, «ребенок-ребенок». И в этом контексте, и именно в этом контексте можно говорить о том, что первичное выявление данной проблематики, кривичная корректировка может быть данной проблематики, представляет собой первую задачу любого психолога. Кроме этого, ну, не очень понятно, как мы могли бы вам помочь, если мы даже не очень хорошо представляем себе, в чем проблема. То есть мы бы помогли с радостью, но в чем проблема? Непонятно. И, соответственно, раз нет проблемы, то мы и помочь вам, получается, не можем. Поэтому немножечко непонятно, почему вы, выбрав категорию вопроса, не написали сам вопрос. Как правило, консультации по смейным вопросам проходят в несколько этапов. Этап первый – это совместное консультирование, этап второй – это отдельное консультирование, и после этого опять как бы идет совместное консультирование. Естественно сказать, что довольно много методов, способов, видов психотерапии используются в этом случае. Используются и транзактный анализ, и психоанализ, и, в общем-то, гагнитивная психология, гагнитивная психотерапия точнее, и, соответственно, гестальт, подход, и иногда даже используется телесно ориентированная психотерапия для решения проблем с клиентом. То есть на самом деле очень много есть способов для того, чтобы помочь вашим вам, либо вам, либо, соответственно, вам лично, либо вам как парень. Врядов на самом деле очень много. Главное, 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 что нужно – это, собственно, ваше желание, чтобы вы хотели, чтобы вы желали, чтобы вы стремились к тому, чтобы вам помогали. То есть если вы сами будете делать какие-то вещи, если вы сами будете выполнять те, например, задания, которые, допустим, будут давать вам психолог, то, соответственно, проблем будет, ну, как бы гораздо меньше будет проблем. И я думаю, что, ну, я думаю, что в этом случае вообще можно довольно быстро прийти к какому-то решению, можно довольно быстро оказать помощь. Главное, чтобы оба из вас хотели. Знаете, если один партнер не хочет, вот, как это иногда, ну, иногда бывает, что один партнер может не хотеть решать проблему, да, и для него это, ну, вообще не проблема совершенно. Если такая ситуация происходит, то тогда работать нужно, можно и нужно с вами, только с вами, например, если, ну, вот, если так получилось, что супруг не хочет, вот. И тоже, в принципе, можно добиться каких-то результатов, тоже, в принципе, можно добиться какого-то эффекта. Вот, ну, единственное, что, может быть, немножко больше времени понадобится, но опять же, если есть любовь, да, если есть чувства, то, я думаю, что можно подождать и, в общем-то, постараться все разрешить. Ага, значит, что еще можно добавить? добавить. Складывается такое ощущение, по крайней мере, у меня. А я не претендую на проводу, здесь, конечно. но у меня складывается такое ощущение, что вы немножечко, ну, знаете как, недостаточно, на мой взгляд, недостаточно сильно, серьезно относитесь к своей проблеме, вот, потому что, по моему мнению, она у вас довольно серьезная, если вы, если вы решили обратиться к психологу, вот, но при этом, значит, что вы делаете, как вы описываете всю проблематику, заставляет меня думать, что, ну, вы это делаете с изрядной долей может быть пренебрежение, или, может быть, неверие в то, что вам можно помочь, или как-то еще. Вот. Исходя из этого, я вам хотел бы задать вопрос, аммм, такой вопрос, хозяева было. Амм, в какой вы видите помощь? А, нашу помощь вам? Вот, какой вы видите ее, нашу помощь вам? на данный момент, как вы считаете, мы вам можем помочь? Пожалуйста, постарайтесь ответить на этот вопрос, потому что это очень важно, ибо на данный момент, вы, по сути дела, не предоставили никакой информации о себе, о своей проблеме, и, соответственно, хотите, чтобы мы вам помогли, но в силу того, что мы не телепаты, то я полагаю, что этот вопрос довольно уместен, на мой взгляд, он уместен этот вопрос, и, соответственно, на него, на этот вопрос вам я рекомендую ответить. соответственно, уже исходя из того, как вы видите помощь вам, мы постараемся вам эту помощь оказать, и тогда уже можно будет говорить о каком-то прогрессе. пока вы сделали первый шаг, это неплохо, но нужно еще шаги, нужная работа. Работа нужна. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, а если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.